Доброе утро, страна! Понедельник, 22 августа. С вами продолжают встречать Марьяна Муренкова и Анна Квилория. Да, буквально вчера свой профессиональный праздник отметили военнослужащие одного из важнейших видов войск вооруженных сил Беларуси, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, защитники воздушных рубежей Отечества. По этому праздничному поводу мы рады приветствовать в нашей студии заместителя, командующего ВВС и войсками ПВО, начальника авиации, полковника Андрея Лухиновича. Андрей, доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Мы еще раз вас поздравляем с праздником от всей души. Скажите, что для вас и для всей страны значит этот праздник? Спасибо большое, что пригласили на вашу чудесную передачу. Вообще, день военно-воздушных сил для меня, как для летчика, влюбленного в небо, как для командира с опытом управления для начальника авиации имеет особый смысл. В первую очередь, это история. Вообще, история человечества — это история войн. К сожалению. К сожалению, да. Но после зарождения авиации она играет решающую роль во всех военных конфликтах. Вот вспомните август 1944 года, когда первая воздушная армия в составе Красной армии... Перешла в наступление? Ну, участвовала в одной из самых масштабных и успешных военных операций за всю историю человечества. Операция «Багратион» и освободили Республику Беларусь. Также в феврале 1989 года, 15 февраля, когда закончился афганский военный конфликт, где также более 29 тысяч принимало участие наших земляков, уроженцев Республики Беларусь. И также воины-авиаторы с достоинством и честью выполнили свой воинский долг. Белорусская авиация очтит историю. Живая историческая память. Поэтому у нас в каждой воинской части, авиационной базе, созданы музеи, памятники, аллеи героев, стелы, установлены самолеты-памятники, освещены часовни с именами летчиков-героев. В этом году как раз год исторической памяти. Поэтому именно историческая правда не раз доказала историческую правду. То, что мы чтим историю, знаем историю, любим ее. В этом наша сила. И передаете уже новым, молодым летчикам, молодым профессионалам. А вот скажите, а почему именно 3-е воскресенье августа, день ВВС и ПВО, почему именно в этот день отмечается праздник? Так, ну вообще история авиации с начала 20-го столетия зародилась, когда появились первые военные летчики, военные школы. Но вообще праздновать именно во второй половине августа предложил еще в 30-х годах товарищ Алкснес. Яков Иванович, это начальник ВВС Красной Армии. Почему он выбрал именно вторую половину августа? Потому что именно на этот период приходилось окончание летной подготовки. И совместные учения с сухопутными войсками заканчивались, и авиация возвращалась в пункты постоянной дислокации. И можно было с размахом провести мероприятие. А так как социалистический календарь до 40-го года имел 6-дневную неделю, и были строго фиксированы выходные, это 6-го, 12-го, 18-го, то 18-го августа выпадало на 3-й выходной. А мы как правоприемники, единственное за республикой Беларусь, кто отмечает до сих пор, в 3-е выходной, в 3-е воскресенье августа, наш профессиональный праздник. Вот так, теперь все понятно. Вы уже затронули тему Великой Отечественной войны, но 44-й год, я бы хотела вернуться в 41-й, тогда именно белорусская авиация приняла на себя первый удар противника. Какие задачи выполняет сейчас белорусская авиация в современном мире? Так, ну задачи, которые стоят перед нашим видом уваженной силы, непосредственно перед авиацией, это очень широкий спектр задач. Одна из основных задач – это несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, защита государственной границы в воздушном пространстве. Ну и поддержание уровня боевой подготовки, которое обеспечит выполнение задач по предназначению. Я могу сказать нашим уважаемым телезрителям, что они могут спокойно спать, заниматься воспитанием детей, работать на благо себя, своей семьи. Вы всегда на страже и в форме. Да, потому что наши воздушные рубежи под защитой. Это радует. Слушайте, вот после распада Советского Союза, насколько нам известно, в Беларуси не было, не осталось, вернее, школы подготовки летчиков, военных летчиков. А вот как с этим сейчас обстоят дела? Я знаю, что вы едете на всякие международные конкурсы и привозите награды самой высшей пробы. Где сейчас обучают летчиков в Беларуси? Так, очень хороший вопрос. На самом деле, военные летчики – это штучные специалисты. Это золотой фонд вооруженных сил и республики Беларусь. Это как в прямом и в переносном смысле. Государство тратит очень большие деньги на подготовку именно военных пилотов по сравнению с офицерами других специальностей. Мы гордимся тем, что именно в одной из наших авиационных баз создан первый патриотический клуб в вооруженных силах «Сокол», где молодые люди знакомят с своей будущей профессией. А пройдя в очебную летную комиссию, кстати, в этом году они показали окрепшие «Сокол» и показали очень хороший конкурс на авиационный факультет военной академии Республики Беларусь. Это главная кузница кадров именно летного состава, военных пилотов, где летчики уже с первого курса начинают летать на планерах Л-13. На втором курсе, в зависимости от рода авиации, летают на вертолетах МИ-2, на самолетах Як-52. У нас четырехлетняя программа обучения в академии, поэтому на выпускном курсе летают уже на самолете Л-39, и на вертолетах МИ-8, и МИ-24. Но то, что вы сказали, что мы регулярно участвуем в различных конкурсах, на самом деле наша школа очень на высоком уровне. Мы подтвердили это на международном уровне не раз, участвовали в различных мероприятиях боевой подготовки, в совместных учениях. Также с 2016 года наши летчики принимают участие в международном конкурсе армейских игр «Авиадартс», и наши пилоты завоевали уже четыре золотые награды. Нам есть чем гордиться. На этих словах, когда Андрей стал говорить про самолеток, к нам в студию залетела бабочка, но я думаю, что телезрители это не видели. Ну, мне кажется, что это знаково. Это символично, да. Символично. А давайте поговорим, раз вы уже заговорили там про виды самолетов, я как девочка в этом слабо разбираюсь, но какая авиационная техника стоит на вооружении Беларуси сейчас? Можно назвать? Так, да, конечно. Вообще авиация — это оружие. Основной критерий которого не только, вернее, не количество, а качество. Это касается как летного состава, так и авиационной техники. На вооружении нашего вида вооруженных сил стоит современная, новая и модернизированная авиационная техника. Самолеты Су-130СМ, Як-130, Су-25, Ил-76, вертолеты Ми-8 ТВ-5 и Ми-24. В этом году мы также получим первую партию вертолетов Ми-35М. И у нас в каждой авиационной базе есть еще новые современные тренажеры, авиационные тренажеры с профессиональной системой визуализации, что нам позволяет качество готовить. Ты намекаешь, что мы должны попробовать, чтобы для нас это был не просто набор цифр и букв, а чтобы мы тоже понимали, да, а не как бы заинтересованно поднимали бровь. Мы надеемся, что мы тоже будем в этом разбираться, Андрей. Я вас приглашаю. У нас, кстати... Мы принимаем приглашение. Нет открытых дверей, поэтому я думаю, что вам будет интересно. Вот теперь у нас, может быть, мы и такую профессию познаем. Но мы знаем, что вы тоже, не вы тоже, а вот будет правильно сказать, что многие белорусы, сами того не подозревая, становятся свидетелями вашего мастерства, я имею в виду парады, когда вы как раз-таки идете в авангарде боевого расчета, вы пилотируете самолет Ил-76, по-моему, если ничего не путаю. Расскажите, какой был самый волнительный полет? Потому что я не знаю вообще, как вы это умудряетесь делать? Определенную дистанцию держать, строй, вот эти все повороты синхронные. Вообще, как это возможно? Еще внизу люди стоят и смотрят на вас. Так, ну, авиация — это творчество, на самом деле искусство. Только летчик вместо холста использует небо. Как поэтично сказано. Так, ну, это вот именно то, что вы сказали. Это авиашоу, воздушные парады, яркое тому подтверждение. У нас, на самом деле, самая лучшая профессия, самая замечательная профессия — это именно пилота. Потому что помимо профессиональной стороны мира разума, у нас и ярко выражен мир чувств и эмоций. Вот кому еще знакомо, после того, как летчик самолет отрывается от земли, и мы теряем физический контакт с землей, летчик испытывает такие неведомые ощущения для обычных людей. Ну, и перегрузки в том числе. В том числе и перегрузки, да. Это уже касается более профессиональной стороны. Такие краски, тона, пол, тона, небесные светила, солнце, звезды, облака. Какой вы романтик, да. Я знаю, что у нас практически нет времени в прямом эфире, но в двух словах, как вы стали летчиком? Почему? Так, ну, это детская мечта. Все, детская мечта. И она исполнила, чем мы вас и поздравляем. Благодаря трудолюбию человека, усердию. Мы знаем, что вы очень хотите своих коллег тоже поздравить с этим праздником. Пожалуйста, свободная камера. Я понял, да. Спасибо. Пользуясь случаем, конечно, от себя лично, разрешите, ну, какие бы задачи ни стояли перед нами, задачи могут меняться, типы авиационной техники могут меняться, но незаменно одно. Это профессионализм, патриотизм, преданность Отечеству и любовь к небу. Я хочу всех ветеранов, в первую очередь, и весь личный состав поздравить с нашим профессиональным праздником. Поблагодарить за благородный труд. Пожелать здоровья вам, вашим родным и близким. Дальнейших успехов в работе и службе мирного голубого неба, безаварийной, летной работы. С праздником. Мы присоединяемся, а вот что принято желать в одной фразе, да? Есть такая фраза? Так, ну, количество взлетов, чтобы равнялось количеству посадок. Вот мы этого вам и желаем, да? Огромное спасибо, что сегодня к нам пришли. Еще раз праздника поздравляем. А вот мы, глядя на прекрасного нашего гостя, заместителя командующего ВВС и войсками ПВО, начальника авиации, полковника Андрея Лукхиновича, мы можем быть уверены, что спать и вообще творить, любить можем спокойно.